В конце года в Тверской области откроют и движение по участку обхода Твери М-11. Автомобилисты получат выезд с М-11 на Р-132, Золотое кольцо и Бежицк. Подробности о ходе строительства смотрите в нашем следующем репортаже. На участке в 33,9 километров возведут 17 искусственных сооружений. Самые крупные из них — два моста через Тверцу. Сейчас на одном из них ведется сооружение плиты пролетного строения. Завершены работы по надвижке и опусканию. Уникальностью данного сооружения является материал, из которого изготавливается само пролетное строение. Именно атмосфера стойкая, сталь, которая не требует последующей окраски. В летнее время отпадает необходимость в технологических укрытиях, что сокращает сроки производства работы. Это уже второй мост через Тверцу. Особенность этого сооружения — сборное железобетонное пролетное строение. Сейчас работы по монтажу балок пролетного строения полностью завершены. Ведутся работы по их объединению в единое целое. На объекте сейчас задействовано более 70 человек и 20 единиц техники. Данное пролетное строение, сборное железобетонное, применяется на 16 искусственных сооружениях первого пускового комплекса. В настоящее время балки смонтированы на 15 из 16 объектов. Второй завершающий пусковой комплекс обхода Твери достигает в длину более 30 километров. Здесь предстоит возвести 11 искусственных сооружений, включая Большой мост через Волгу. Движение по нему откроют к концу 2024 года. На сегодняшний день ведутся работы по устройству русловых опор 5, 6 и 7, а также сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле укропнения. Наиболее интересное это сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле укропнения и дальнейший его надвижка в пролет. Обход Твери позволит водителям добираться из Москвы в Петербург и обратно напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне. Время в пути сократится с 6 до 5 часов. Субтитры создавал DimaTorzok